Накануне в Иркутске начался четвертый тур чемпионата высшей лиги Б среди женских команд сибирской группы. Волейболистки клуба Алтая Гау в первый игровой день сумели на тайбрейке взять верх над красноярской юностью. Команда Андрея Бекитова, уступая 0-2, сумела переломить ход встречи и вырвала победу. Счет партии 22-25, 13-25, 25-18, 25-22 и 16-14. Сегодня алтайские спортсменки сыграют против хозяек площадки лидера турнира Ангары. Федерация хоккея на траве России накануне утвердила список кандидатов в сборный по всем возрастам на предстоящий год. В семи командах присутствуют спортсмены нашего региона. Кандидатами в женскую национальную сборную России стали шесть хоккеисток Барнаульского коммунальщика. В расширенный список попали Анастасия Мирошникова, Ирина Осипова, Ксения Свеженцева, Александра Соснина, Екатерина Черкасова и Нина Тарусова. Помимо них в мужских и женских сборных от Алтайского края выступят еще 22 спортсмена, 12 юношей и 10 девушек. В конце января в Алтайском крае начнется реализация второго этапа благотворительного проекта «Шахматы в школе». Современный инвентарь, методические пособия, учебники и шахматные часы будут вручены еще 59 школам нашего региона. При этом на первом этапе к проекту подключились 61 образовательное учреждение из 34 муниципалитетов. Если сначала в основном к проекту присоединялись сельские школы, то теперь настала очередь городских. В основном из Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска. Вместе с тем в число участников следующего этапа попали и 26 сельских школ нашего региона. Дмитрий Гладких, Новости.